Что обозначает Кипа? Ну, есть много разных мыслей, что она обозначает. Она, вот, Эфраин говорит, половинку глобуса обозначает. Некоторые говорят, что это символ, еврейский символ того, что Бог над нами, и Кипа-Чамаем. Я вот недавно рассказывал, что сейчас я слышал в Израиле, начал бытовать битуй, называется Кипа-Шкуфа, то есть прозрачная Кипа. Что значит прозрачная Кипа? Это что человек внутри реально боится небес, но он ничего не одевает на голову, потому что не хочет по каким-то разным причинам ассоциироваться с разными группами, которые носят такую или другую Кипу. Что тоже понятно. Поэтому вопрос Кипы, это вопрос такой растянутый. Но вопрос Цицит. Вы знаете, что это благословение, это заповедь. Зачем? Сложно понять. Раньше это было частью одежды. И написано, что когда ты одеваешься и прикоснулся к Цицит, то вспомни имя Господа Бога твоего. Зачем? Вы знаете, сегодня жизнь еще более интенсивная, или точнее в десятки раз более интенсивная, чем раньше. Но по всей видимости и раньше они были достаточно заняты рутиной, чтобы подзабыть о Боге. А тут раз, и ты схватился за нее, и что-то тебе внутри говорит, на минутку хоть остановись и скажи, благодарите Творец за то, что ты меня любишь или не оставляешь. Или различная молитва, напоминание. Это все напоминание. И это заповедь. Поэтому, во-первых, я хочу ободрить всех мужчин в собрании. По возможности, одевайте талит. Когда мы особенно собираемся здесь вместе? Мы все планируем, и мы закажем еще где-то с десяток другой талитот, чтобы они были у нас, и чтобы у каждого была возможность одеть. Ну, и теплее тоже. Как бы. Леан, а может быть, вот человек приезжает в Уле Хадаша, походим, питает с веном, или становится с веном, ему как подарок? Это отличная идея. Вот посмотрите на Ефраима. У него, у меня ци-ци, и у меня талит-талит, а у него талит-шкуфа. То есть, вроде не талит, но ци-ци там тоже есть. И мы будем смотреть на Уле Хадаша, и некоторым будем вот такой вот давать, а некоторым, как у тебя. Талит-талит-шкуфа называется. Ну, район хороший. Хорошо, добро пожаловать. У нас сегодня Саудат Адон, еще одна митцва. Подобно, как есть заповедь о талите, Саудат Адон, заповедь, которую Ешу Ахамашиах дал своим ученикам. Несколько недель назад я про эту тему рассказывал достаточно подробно. А кто подзабыл, зайдите на наш веб-сайт и послушайте еще раз. Но, одна из условий, по которым мы принимаем Саудат Адон, это когда наше сердце в правильной позиции. Поэтому я заранее предупреждаю, что если здесь кто-то с кем-то поругался, или какие-то эти вот есть враждебные вихри. Помните эту песню? Вихри враждебные. У кого-то, если в голове веют враждебные вихри, за время собрания у вас есть возможность от этих вихрей освободиться и с чистым сердцем принять вечерю Господнюю, потому что это заповедь. Хорошо, давайте мы все встанем сейчас. И мы начнем с молитвы и продолжим. Молитву Амида. Что случилось? Исчезла? А что, программа? Но не скоро, да? А, сегодня уже не будет. Но, слава Богу, за то, что у нас есть вот такие сидурим, которые от программного обеспечения не сильно зависят. И мы можем помолиться и с ними тоже. Некоторые говорят мне, Лена, зачем нам нужна эта умирающая традиция? Какие-то молитвы, посидурим. Вы знаете, что лет 15 назад можно было смело сказать, действительно умирающая. Но сейчас она вдруг стала оживать. И иногда смотрится живее всех живых. И я думаю, что то, что произведено в духовном поиске народа израильского, никогда не умирает. И как здорово нам, верующим в Ишуа, молиться старой, очень старой традиционной молитвой. Кстати, по молитве, прежде чем мы начнем еще. Оказывается, в соответствии с многими около или прямо дошедшими до нас историями, целый ряд молитв в ортодоксальном сидуре приписывается, как неудивительно, Шимону Кифе, которого мы знаем по-русски апостол Петр. Даже в Агаде есть целые куски, которые традиционно приписываются ему. И очень интересно, каким образом, даже с тех времен, когда происходила чуть ли не прямая атака и столкновение между Прушим, или иудаизмом раби Акивы и тем, что называется мессианский иудаизм. И вот до нас через всю историю доходят вещи. Спасибо.